Ну и самое важное, Ходорковский вот такой, с таким честным подходом, когда он честно высказывает, он не говорит, что там международный терроризм, поэтому, ну, честно, я интерес России, поэтому я, значит, буду здесь, я готов убивать, а там я не готов убивать, но не потому, что я противник убийства, а потому, что, ну, не в интересах. Так, ну а сейчас давайте, наверное, поговорим про российскую оппозицию. Вчера Михаил Ходорковский опубликовал твит, и вот так выглядит этот твит, он вызвал переполох, разумеется, но очень многим это не понравилось, особенно чеченцам, не только чеченцам. В общем, была реакция, комментарии, и я вчера думал над тем, чтобы написать на эту тему пост, но я понял, что вот в одном посте текстом я не смогу все, что мне хочется на эту тему сказать, разъяснить этот вопрос, поэтому я решил оставить это на сегодняшний эфир. Ну, тут вы видите, да, чеченские сепаратисты и ультралибералы, а также просто недалекие люди. Ну, во-первых, Михаил Ходорковский уравнял ультралибералов, чеченских сепаратистов и людей недалеких, в принципе, как одна категория. А также просто, знаете, недалекие пытаются примазаться к теме войны в Украине, напоминая мне, что я против сепаратизма на Северном Кавказе. «Я помню и по-прежнему против. Крым и Донбасс, Украина, Северный Кавказ, Россия, Кадыров, бандит», написал Михаил Ходорковский. По поводу примазывания к войне, это, конечно, вызвало улыбку, но я хочу немножко разъяснить вообще отношения своих и к Михаилу Ходорковскому, и вообще вот подобного рода высказывания. Смотрите, когда Михаил Ходорковский освободился из тюрьмы, буквально сразу он дал интервью журналистке Альбац, журнал New Time. И там он сказал тогда свои знаменитые слова, что если выбирать между отделением Северного Кавказа и войной, значит война, сказал Михаил. И далее, когда Альбац удивленно переспросил его об этом, он сказал, она подчеркнула, что культурно, традиционно, религиозно вообще, другие люди, другой регион. Он сказал, это наша земля, мы ее завоевали, вот если я пойду, ли я воевать? Да, пойду, сказал тогда Ходорковский. И моя реакция тогда на эти слова, ну была привязательно такой, я подумал, ну понятно, что это, конечно же, для нас это неприемлемая позиция, но я подумал, что такой враг, он лучше, тот, кто искренне, прямо вот так вот в свет заявляет, говорит, мы когда-то завоевали, там кровь пролили. И наша земля, мы будем, вот именно поэтому, мы будем вас уничтожать, если вы захотите как-то этот статус-кво изменить. Да, мы будем проливать вашу кровь, мы вас будем убивать именно за то, чтобы эта земля была наша и чтобы вы были нашими вассалами. Вот когда враг тебе вот так открыто говорит, для меня такой враг лучше, тот, кто искренне, не скрывает своих вот империалистических каких-то идей и взглядов. Это лучше, чем враг, который называет тебя террористом, сепаратистом, ну хотя сепаратист, в принципе, подходит, наверное, к этой теме, да, но вот террористы, борьба с терроризмом, якобы они борются там не за то, вот что озвучил Патарковский, а вот типа там международные террористы. Мы так не против, в принципе, отпустить Чечению свободное плавание, но мы ее не отпускаем, не потому что мы империалисты, а потому что вот терроризм международный, понимаете, когда вот враг так хитроумно это все вуалирует, обманывает Запад, обманывает и часть из нас, когда у нас появляются люди, говорящие, ну вот нам дают строить мечети, дают нам тут молиться и на этом спасибо, в принципе, нас все должно теперь устраивать. В общем-то была приблизительно такая реакция. Эти слова меня, ну я не скажу, что они меня сильно удивили или как-то вот чересчур возмутили, ну это такая вот данность, для меня это нечто такое обыденное было. И я тогда сразу определил Михаила Ходорковского как человека до оппозиционного режиму Путина, то есть непосредственно Путина он ненавидит, его режим он не любит, но не потому что они разные идейно. Он не противник идеи, идеи империализма, идеи колонизации, он противник конкретной личности и того режима, который он установил. То есть это борьба, борьба за власть, но не за то, чтобы изменить саму идею, подход государства к своей государственной внешней политике. Далее, когда я увидел после этого еще одно интервью, ну такой даже можно сказать дружеский разговор Михаила Ходорковского под камеру, под запись, где он объяснял эти свои слова. Я там в принципе убедился в том, что я сделал насчет него правильный вывод. Теперь, после этого прошло определенное время, произошли события в этом мире, война в Украине, в 2014 году аннексия Крыма, гибридная война на Юго-Востоке, затем в текущем году уже широкомасштабное вторжение в сельских войск произошло. Ожидали ли мы, что Ходорковский должен изменить свои взгляды? Я лично нет, я не считал, но не исключал. Люди меняют свои взгляды, мы часто становились свидетелями того, как многие даже свои какие-то ультраправые взгляды меняли на более усредненные в российской политике. И здесь, конечно, если бы он изменил, это тоже бы нас не удивило, но сказать, что как-то сильно я этого ожидал, тоже не скажу. Я и почему, сейчас я вам объясню, почему я этого не ожидал. Сейчас я вам покажу фрагмент вот этого второго интервью, того разговора под запись, который был сделан с Ходорковским. И здесь он очень четко объясняет, почему. Это, кстати, это интервью сделано уже после событий 2014 года, после аннексии Крыма. И ему задают вопрос, почему Северный Кавказ, вы поддерживаете войну против отделения Северного Кавказа, а вот аннексию Крыма вы не поддерживаете. И Ходорковский дает очень четкий ответ на этот вопрос, который полностью открывает картину того, как он понимает, как он видит. Давайте сначала посмотрим, что он сказал, и потом я это прокомментирую. Я считаю, что участвовать в движении за пересмотр итогов поствоенного разделения мира, европейских границ, это неправильно. Мы подписали с Украиной о разделении границ после распада Советского Союза. Но подписались мы. Это наше обязательство. Правильное оно, неправильное. Но оно стало частью Ялтинского процесса. Вот оно стало его частью. Значит, сейчас выступать за пересмотр, это порождать последствия, которые будут стоить большой крови и больших проблем. Вот я считаю, что это не в национальных интересах России. Те, кто считает иначе, либо не понимают последствий, либо действуют против национальных интересов моей страны. Вот это моя точка зрения. Смотрите, как он четко сформулировал, он объяснил, почему Украина это не норм, а Северный Кавказ это норм. Потому что это противоречит национальным интересам России. То есть, вот здесь вот он очень ясно объясняет, что он не является противником империализма, то есть самой идеи колонизации Северного Кавказа, других народов, республик, регионов. Он не является противником самой идеи, идеи фашизма на самом деле. Он просто руководствуется интересами России. И если бы с точки зрения Михаила Ходорковского аннексия Крыма, гибридная война на юго-востоке Украины и сегодняшнее широкомасштабное вторжение российских войск в Украину соответствовало бы национальным интересам России, по мнению Ходорковского, он бы это поддержал. То есть, это не противодействие, то есть он не противник самой идеи вот этой войны за территорию, за распространение влияния, за то, чтобы держать народы как колонии внутри своих границ. То есть, он не является противником самой идеи, и для него война, как инструмент для того, чтобы сохранять вот эту вот империю, вполне приемлема. Гибель людей ни в чем не повинна, преступления, которые там совершают, может быть он против каких-то конкретных преступлений, но пролитие крови ради того, чтобы сохранить вот эту вот, сохранить эти колонии в границах России, для него это нормально, то есть к самой этой теме он относится терпимо. И в его, по его мнению, на его взгляд, отделение Северного Кавказа, или даже части этого Северного Кавказа, как Чечении, это не в интересах России, это противоречит интересам России. Поэтому он допускает и войну с нами, и убийство нас, и абсолютное игнорирование наших каких-то желаний, нашего права на самоопределение. Ну все, это не имеет значения, потому что это, на его взгляд, противоречит интересам России. Украина, сегодня война в Украине, аннексия Крыма, это противоречит интересам России, поэтому он противник этого. Но не потому, что там гибнут украинцы, не потому, что украинцы имеют право на собственное государство, на свое самоопределение, не поэтому, а потому, что это противоречит интересам России. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент, который даёт нам понимание того, как та или иная фигура всё это смотрит. Теперь, как к этому относиться? Что теперь это должно возмущать? Ну, в каком-то смысле, наверное, да, возмущение по этому поводу вещь объяснимая. Но это является ли это чем-то новым? Должно ли это как-то удивлять? И удивительно ли это слышать, допустим, от Михаила Ходорковского? Нет, это неудивительно. Потому что он никогда не говорил ничего иного, он всегда был на этих позициях. Он только отсидел 10 лет в российской тюрьме, вышел и сразу после освобождения он заявил, что если надо, я пойду воевать за то, чтобы не отпустить Северный Кавказ. Поэтому удивляться вот этим его высказыванием сейчас абсолютно, я думаю, не стоит. Делать выводы стоит. Ну и самое важное, Ходорковский вот такой, с таким честным подходом, когда он честно высказывает, он не говорит, что там международный терроризм, поэтому, ну, честно, я интерес России, поэтому я, значит, буду здесь, я готов убивать, а там я не готов убивать. Но не потому, что я противник убийства, а потому, что, ну, не в интересах. Такой враг, лучше ли такой враг, чем, допустим, Путин, который придумывает НАТО, придумывает нацистов в Украине, придумывает распятых мальчиков, придумывает международный терроризм в Чечне, взрывает свои дома и так далее. Я думаю, лучше. Но при этом остается ли он, становится ли он другом? Нет, он будет, безусловно, врагом. Вот сегодня придет к власти Ходорковский, он будет нашим врагом, потому что мы стремимся к своей государственности, мы не видим своего будущего с российскими паспортами в кармане. Мы не хотим этого, мы не хотим, чтобы президент России Ходорковский, допустим, назначал нам или позволял нам выбирать для себя наместника российского. Мы не хотим, мы хотим сами выбирать себе президентов, правительства, парламент. И с Россией хотим иметь нормальные отношения. Поэтому приди он, допустим, сегодня к власти, станет ли он другим? Конечно нет, он будет врагом. Но я считаю, что такой враг нам, для нас он выгоднее. И он, наверное, больше заслуживает уважения. Тот, кто честно в лоб тебе говорит то, что он думает. И мы ему можем в лоб говорить то, о чем думаем мы. Вести вражду с таким врагом лучше, чем с таким хитрым, каким-то гейбэшником, который говорит одно, а прячет под этим другое. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать по этому поводу. В том числе, сколько, по-вашему, должно быть независимых государств на Кавказе? Я не знаю. Я не считаю даже этот вопрос актуальным для того, чтобы я об этом думал и рассуждал. Я считаю, что на Кавказе должно быть и может быть столько независимых государств. Сколько это нужно народам Кавказа? Я не понимаю тех людей, которые как-то жестко реагируют, когда говорят, что в Дагестане ни в коем случае нельзя давать народам отдельные государства. Я не вижу в этом никаких проблем. Кто хочет, например, лесгины заявляют, у них есть настроение, так скажем, на собственную государственность именно в рамках своего лесгистана. Я не вижу в этом проблем. Это разобьет Дагестан. Ну и что? Что здесь такого? Главное, чтобы все в рамках Единого Кавказа, Единого Союза жили. Я не вижу в этом никаких побочных эффектов. О, цена на масло злато не выросли. Злато там, конечно, в тему был. Если Кадыров вдруг окажется в плену независимой Эчкерии, и какое наказание для него будет религиознее, смертная казнь или пожизненное заключение. Я не знаю. Я не получал религиозного образования в сфере судейства. Поэтому более знающие люди должны на это ответить. А что есть в течение, например, Тейп Мелхер объявили независимость от Эчкерии? Видите, здесь есть вопрос, когда народ хочет своей государственности независимости. А ты говоришь о том, что в народе какая-то отдельная группа, общество, часть твоего народа захочет. Конечно, это не имеет под собой вообще какого-то права, юридического основания, обоснования ни с религиозной точки зрения, ни по нормам международного права там нет. А я говорю про народы Дагестана. Они в своей основе, это разные народы. Если, скажем, аварцы захотят свою государственность, отдельно свою республику, или там лесгины, то должны ли мы, чеченцы, быть против этого? Конечно, нет. Это, конечно, внутри такой дагестанский вопрос. И полемика, какие-то споры на эту тему, они могут быть. Мы в них как бы просто не влазим. Но для меня лично ничего не изменится от того, что появится дополнительно Лизгистан, и будет, скажем, Дагестан, а Лизгистан не будет в него входить. Абсолютно. Что это поменяет? Для меня или даже в целом для Дагестана? Я понимаю, что есть там другие вопросы, где уже невозможно, допустим, какой-то народ не может отделиться, потому что он возьмет там часть, ему нужно будет взять часть территории, принадлежащей другому народу, там спорные какие-то вопросы. И для них может быть гораздо полезнее, как единую республику, независимую, основать. Я не против, я считаю, что да, где-то это будет полезно. Это такой внутри дагестанский, в общем, спор, разговор, повестка. Как они это решат, так и должны это принять на всем Кавказе. Но у нас, просто видите, немножко другая ситуация. У нас нет подобных проблем, у нас нет разных народов. Мы в целом являемся одним народом. Поэтому у нас, в принципе, такой вопрос не стоит. Продолжение следует...